Здравствуйте, дорогие наши садоводы и огородники, подписчики нашего канала Дача Без Проблем. С вами я, Бабин Иван Васильевич, огромный садовод. И сегодня я вам расскажу о трех самых распространенных причинах, почему наши комнатные растения плохо приживаются, растут, а иногда и погибают совсем. Ну, а для вновь присоединившихся к нам, хочу напомнить, чтобы вы подписались на наш канал Дача Без Проблем, чтобы в дальнейшем не пропускать нужную и полезную информацию для вас. Итак, первая причина, и чаще всего она бывает и основная. При продаже комнатных растений в магазинах часто сажают их, не используя дренаж. Ну, они рассчитывают на то, что купив это растение, дома сразу сделают перевалку. Кстати, как ее правильно сделать, посмотрите в нашем ролике, информация уже есть. Или в дальнейшем пересадят эти растения в новые плошки, в новый грунт. И при этом обязательно будут использовать дренаж. И вот что получается с вашими растениями. Вы их приносите домой, ставите на подончики, начинаете за ними ухаживать, поливать, но там нет дренажа и вода лишняя не вытекает. Происходит быстрое закисление почв, корни замокают, начинают отмирать, погибать, и растения плохо себя чувствуют или вообще погибают. Поэтому при приобретении новых растений нужно сразу сделать перевалку, сделать ее правильно. Здесь вот иногда многие по неопытности, а кто-то не придают этому значению и совершают ошибку. То есть дренаж делают, но делают его немного неправильно. Дело в том, что у всех у нас будут разные плошки, в которые будем пересаживать растения. В некоторых есть отверстия очень большие. И какой бы дренаж сюда мы не засыпали, он будет проваливаться. Вот. В некоторых плошках есть дырочки по одной, например, и они очень маленькие. И когда мы будем использовать дренаж, а чаще всего мы в качестве дренажа используем или керамзит, вот он бывает такой, достаточно крупной, крупная фракция, или бывает керамзит еще и вот такой, мелкие, мелкие шарики. Кто-то использует для этого мелкий щебень или кирпичики бьют на небольшие камушки, их используют. Это можно. Но проблема вот какая происходит часто. Насыпая в плошки этот дренаж, вот керамзит, а среди них есть очень такие ровные кругленькие шарики. И вот представьте себе, вот сейчас вот вы видите, отверстие есть. И вот один из этих шариков круглых попадает в это отверстие, его полностью на ухо закрывает и все. Отверстие перекрыто. Теперь сюда насыпают грунт, высаживают цветок, начинают поливать, а фактически у нас дренажное отверстие закрыто. Оттока воды не будет. Происходит то же самое. Грунт быстро закисает, корни загнивают, растение пропадает. Поэтому, вот чтобы такой проблемы не случилось, я советую сделать вот что. Ну, первое, наверное, самое простое. Для этого можно использовать вот такие капроновые носочки или кусочки от капроновых колготок отрезать. Насыпать в них несколько горстей керамзита, ну, в зависимости от размера вашей плошки. Вот здесь вот три горсточки мы насыпали. Завязали, получился вот такой вот мешочек с керамзитом. Кладем его на дно. Вот, смотрите, он лежит у нас на дне в плошке. И эти камушки уже не перекроют отверстие. Даже если мы этот мешочек положим и вот в эту плошку, где у нас, смотрите, вот такое большое отверстие, все равно он будет выполнять свою функцию. Ну, еще маленький момент по поводу использования вот таких капроновых колготок или вот носочков, не переживайте, никакого отрицательного влияния на корни растения этот капрон оказывать не будет. И он будет служить там долго, ничего с ним не случится. Ну, а если у кого все-таки есть сомнения в том, что вот этот мешочек с керамзитом, например, когда мы положим на дно плошки, ну и вдруг какой-то из этих шариков там все-таки плотно прижмется к отверстию, его частично или как-то сможет перекрыть, хотя вроде бы таких случаев не было. Вот. Я советую вторым способом защититься и сделать вот что. Для этого наверняка у каждого из вас найдется какой-то вот такой пластмассовый овощной ящик. Секатором аккуратненько вырезаете из него вот такую вот круглую решеточку по размеру дна вашей ложки, вашего горшка. И теперь вот этот кружок, решеточку вырезанную, кладем сюда вот в наш горшочек, она вот так плотно ложится на дно, смотрите-ка. Ну, а теперь спокойно можно насыпать на нее наш дренаж. Вот сначала можно фракцию, которая покрупнее, вот одну-две горсти. Кстати, дренажа вот в плошки насыпаем так, чтобы минимум сантиметра два его было. А вообще в зависимости от формы и размера горшков и плошек насыпаем на одну четвертую или одну треть высоты этих горшков дренаж. Ну, теперь можно насыпать небольшой слой грунта и высаживать наше растение. Ну, а если кто из вас совсем недавно или сделал перевалку, или пересадил растение, ну, вот этих нюансов не учел, о чем мы сейчас говорим. А растения ваши уже, перенеся стресс, прижились, начали нормально расти, вот чтобы еще раз их не беспокоить, не переваливать, не пересаживать. Вот, но исправить возможную ошибку, я что посоветую? Взять отвертку, например, вот такую крестовую, и вот эти отверстия, которые у вас в дне плошки есть, вот так просунуть, пошевелить, и если там все-таки какие-то камушки близко эти отверстия перекрывали, вы их просто сдвинете, уберете и временно исправите ситуацию. Ну, а в следующий раз, когда будете делать перевалку, пересадку, вы уже учтете и сделаете все правильно. Вторая причина. Неправильно поливаем растения. Ведь нужно помнить, что поливы должны быть регулярными, и почва должна быть постоянно умеренно влажной. Нельзя доводить до пересыхания, когда почва высыхает, отслаивается, отстает от стенок горшков. Помните, что растения, все питательные вещества, которые в почве есть, могут корнями забрать из почвы, всосать, только в растворенном виде. А для этого нужна постоянно вода. Причем вода не любая. Поливать комнатное растение нужно водой не хлорированной. Комнатной температурой холодной водой поливать нельзя. Тончайшие корешки, вот эти волоски всасывающие, они отмирают или корни просто их не образуют. И растение потом нормально не развивается, погибает. Сказать точно, как часто нужно поливать растение, и сколько воды лить конкретно под каждое растение, очень сложно. Это зависит от многих факторов. Прежде всего, от температуры в комнате, где стоят растения, от механического состава почвы, от времени-годы, от самого растения, от размера плошки, от объема этой почвы. Поэтому самый простой способ определить, нужно растение полить или нет. Пальчиком указательным внедряем сантиметра на 2, ну, до первой фаланги этот пальчик, внедряем в грунт под нашим растением плошку и смотрим. Вот я сейчас на ощупь чувствую, почва влажная. Ну, а если вы воткнули пальчик и почувствовали, что земля сухая, значит, нужно поливать. Поливаем равномерно, так, чтобы смочить весь ком. Бывают случаи, когда почва немножко подсохла, и с краев она отстала немного от горшка. И вот неопытные садоводы начинают поливать, вылют немного воды, а она быстро просачивается, вытекает здесь, через дренажные наши отверстия, через правильно, хорошо сделанный дренаж, вот сюда в поддончике. Ну, и вот нальют, и думают, что, ну, вот, и все, вода снизу стекает, значит, лишнее, значит, схватит. На самом деле, нет. Эту воду аккуратненько нужно в емкость выливать и постепенно поливать до тех пор, пока полностью не напитается влагой весь ком, и вода не будет так быстро вытекать в поддон. Ну, а если вдруг случится такая беда, вы отлучались на какое-то время, и перед отъездом не полили хорошо растения, и, возвратившись, увидите, что некоторые из них вот сильно так завяли, но они еще живые, попробовать реанимировать можно. В таких случаях делается так. Вы ставите эти растения в емкости, ну, размеру так, чтобы они туда уместились. Вот таким образом растения полностью заливаем водой комнатной температуры и держим в воде до тех пор, пока воздух перестанет выходить из почвы. Ну, и третья самая распространенная причина, это то, что вы иногда используете ложки, горшки и поддончики без вот таких ребрышек на дне, а абсолютно гладкие вот такие. И обратите внимание, что и на самих горшках и пложках тоже нет никаких выступов и ребрышек. И когда мы делаем перевалку или пересаживаем растения вот в такие пложки, делаем все абсолютно правильно, используем дренаж, хороший грунт, правильно все сажаем, но ставим потом эти горшки, пложки на вот такие поддончики, где нет ребрышек, то что получается, пложка очень плотно дном здесь вот прижимается к поддону, лишняя вода не стекает, воздух отсюда через дренажное отверстие не заходит, но самое главное не вытекает вода и происходит та же самая проблема, грунт закисает, корни начинает вымокать, выпривать, растение перестает расти или погибает совсем, вот чтобы этой беды у вас не случилось, нужно исправить и самый простой способ, из того же самого овощного ящичка с секатором вырезаем небольшие кружочки по диаметру вот ваших поддончиков, тарелочек, в чем у вас будут стоять эти пложки, вот таким вот образом вырезаем, кладем сюда в поддоны, а на них уже ставим наши горшки и пложки, таким образом вы решаете эту проблему, вода лишняя будет спокойно вытекать, воздух заходить, и таким образом вы создадите нормальные условия для роста, развития и светения ваших любимых растений, итак, подведем итог, какие же три самые распространенные причины гибели комнатных растений, ну первое это отсутствие дренажа, второй неправильный полив, и третье отсутствие ребрышек на поддонах, и отсутствие возможности вытекать лишней воде из горшков, ну я надеюсь, что вы учтете эти ошибки, и все сделаете для своих любимых растений правильно, ну а я на этом с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал Дача без проблем, задавайте свои вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу, всего вам хорошего, будьте здоровы!